Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И заканчивая разговор о книге пророка Михея, мы обратимся сейчас к седьмой главе. С одной стороны, седьмая глава и проповедь пророка, которая попала в эту часть текста, является, конечно, вполне продолжением того, что было сказано в шестой главе, того, что началось в шестой главе. Хотя есть некоторые и, может быть, смысловые, содержательные отличия. Но в то же время среди исследователей нередко можно встретить мнение, что вся седьмая глава или, может быть, ее заключительная часть, заключительная половина или заключительная четверть этой главы могут представлять собой некоторую более позднюю редакторскую вставку. Вообще говоря, конечно, убедительной возможности отделить исходный текст Михея от предполагаемой вставки, по сути дела, нет. Поэтому и серьезных оснований предполагать, подозревать эту самую редакторскую вставку заключительную, в общем, на самом деле, нет. Поэтому мы посмотрим на седьмую главу как на некоторый единый все-таки текст, который, скорее всего, восходит к подлинной проповеди пророка Михея. Вот, смотрите, в конце предыдущей главы Бог говорил о том, что если в вашей жизни царствует неправда, грабеж, жестокость и угнетение, то, в общем, вы понесете поругание народа моего, то это будет равнозначно рассеянию, поражению. Жители говорят ложь, язык их есть, обман в устах их, я поражу тебя опустошением за грехи твои. Вот это логика предыдущей шестой главы. Продолжая этот разговор, в седьмой главе пророк говорит, горе мне, потому что вот теперь пришло время собирания плодов. Время плодов. И как по собирании летних плодов ни одной ягоды для еды не стало милосердных на земле, нет правдивых между людьми. Все строят козни, чтобы проливать кровь, каждый ставит брату своему сеть, руки их обращены к тому, чтобы делать зло, начальник требует подарков, судья судит за взятки. А вельможи высказывают злые хотения и извращают дело. И в общем, если не язык слегка архаичный, который следует, впрочем, отнести насчет синодального перевода, языка синодального перевода, если абстрагироваться от некоторой архаичности перевода, в общем, абсолютно, конечно, актуальный сиюминутный текст вот просто про сегодня, про любую страну, любое время на самом деле. Вот что говорит пророк. Вот все это есть, нет милосердных, одна неправда, одни козни. И в результате получается, что, говорит он, того плода, который Бог требует, поступать справедливо, любить дела милосердия, смиренно ходить перед Богом. Этого плода нету, просто нету. Лучше из них, как терн, и справедливы, и хуже колючей изгороди, говорит пророк о своих современниках. Даже те, которые, как кажется, лучше других, они на самом деле вот несъедобный плод. В общем, все плохо, все разваливается, все разваливается. И тех людей, которые могли бы быть угодны и приятны Богу, их просто нет. Их просто нет. Так видится это пророку Михею вот в данный момент. Но это еще не все, потому что после вот этой интонации отчаяния, когда снова и снова весьма горькими словами пророк описывает жизнь окружающих его людей, он, тем не менее, говорит, ну хорошо, это все так, да. Да, даст нет справедливой хуже колючей изгороди. Да, то, что кажется справедливым, то, что кажется праведностью, на самом деле, это все только, как сказать, чуть меньшая кровожадность. Точно так же, как легкий оброк имеет не больше отношение к подлинной свободе, чем ерем старинной барщины. Он, конечно, лучше, но это не свобода, все равно. Так и здесь. Ну да, лучшие, более праведные из них все равно, как колючая ягода. Пророк говорит, ну хорошо, это все так. И враги человеку домашние его. Вдруг. Оказывается, Господь цитирует именно это место. Он говорит, сын позорит отца, дочь восстает против матери. Не верьте друг другу, не полагайтесь на приятеля, от лежащей на лоне твоем, стереги двери уст твоих. Невестка против свекрови и враги человеку домашние его. Оказывается, речь идет о том, что люди не образуют настоящую семью, а каждый против другого. Невестка против свекрови, сын позорит отца. И, а если ты что-то откровенно сказал любимой женщине, это тут же растрезвонит. Вот, оказывается, о чем слова враги человеку домашние его. Но для пророка Михея они в каком-то смысле посторонние. Тема, он приводит ее как пример того, что выглядит, как будто семьей, а на самом деле ее не является. И вот все же он говорит, а я буду смотреть на Господа и уповать на Бога спасения моего. Бог мой услышит меня. Вот все, что вокруг происходит, это все одно сплошное вранье, плохо прикрытая жестокость. А там, где люди пытаются хотя бы быть чуть лучше, быть лучше, это оказывается все равно на полмиллиметра. Что делать? Что делать? Вот пророк говорит, а я буду смотреть на Бога спасения моего, буду взирать на Господа. Он говорит, гнев Господень я буду нести, потому что согрешил перед ним. И тогда он выведет меня на свет. Значит, пророк видит, собственно, только один выход из всего того беспросветного мрака, о котором он говорил. Надо смотреть на Бога. Надо принять гнев Господень, потому что он справедливый. И изменить свою жизнь, и, соответственно, тогда он выведет меня на свет. Речь таким образом идет о, в общем, о всем том, что составляет внутреннюю логику почти любой пророческой книги, в которой Бог говорит о том, что ваша жизнь чудовищна и вранья, так жить нельзя, и либо вы что-то меняете, либо погибнете. А надежда есть только, если вы будете смотреть на меня, если вы будете слушаться меня. И тогда придет тот, кто будет вашим спасителем, мною посланным. В общем, такая логика у любой пророческой книги. И здесь, в 7 главе Михея, мы видим ее в ярком виде. И Господь говорит о том, что «паси народ твой, жезлом твоим, овец наследия твоего, да пасутся они на вассане, как в одни древние». Паси народ твой, жезлом твоим. Он обращается к Богу. Вот видите, он сказал, буду смотреть на Бога, уповать на Бога, и Бог услышит меня. Что именно Бог услышит? Просьбу. Просьбу о том, чтобы сам Бог был владыкой и пастырем своего народа. Конечно, речь идет, в общем, об остатке, как об этом уже было сказано в предыдущих главах книги Михея. Об остатке. И вот когда Бог будет пастырем народа своего, это увидят народы и устыдятся. Увидят народы и устыдятся. Выползут из укреплений и устрашатся Господа Бога нашего. И вот последние три стиха, возвеличивающие, славящие Бога, «Кто Бог, как ты, прощающий беззаконие и не вменяющий преступления, остатку наследия твоего. Не вечно гневается он потому, что любит миловать». В этом стихе пророк, славящий и благословляющий Бога, говорит о Божьем прощении, о том, что Бог, зная о преступлении, видя преступления, не вечно гневается, потому что любит миловать. Вот, прочитаешь это и подумаешь, а что люди, сколько люди на Бога врут, потому что все рассказывают, как Бог страшно сердитый, и что его любимое развлечение угнетать людей, наказывать, насылать несчастья, посылать скорби и что-нибудь в этом духе. И выпрашивать у него прощение, уговаривать его помиловать, это страшно тяжелое занятие, потому что ты говоришь, помилуй, помилуй, а он говорит, не хочу, не хочу. Нет. Вот человек, который знает Бога, который сердцем слышит его, вот он нам свидетельствует. Это и есть на самом деле центр квинтэссенции откровения Божьего в Библии. Не вечно гневается он, потому что он любит миловать, потому что он любит миловать. Вот характер его такой, сердце Бога такое, он любит миловать. И если ты вот будешь это помнить, то и покаяние твое станет совсем другим, и надежда твоя станет совсем другим, совсем другой, и действительно ты будешь следовать за Богом. Он опять умилосердится над нами, говорит пророк, изгладит беззаконие наше, изгладит. Вот у очень многих пророков есть вот эта мысль, они с восхищением, завороженно смотрят на открывающийся им момент, когда Бог все-таки милует, Бог очищает, исцеляет и изглаживает беззаконие. Они есть, есть преступления, есть предательство Бога, но Бог их изглаживает, потому что ему нравится, Бог любит миловать, Бог любит очищать. Вот это потрясающая совершенно вещь. И в этом, заключает пророк, и есть верность Бога. Ты явишь верность Акву, милость Аврааму, которую склятвая обещал отцам нашим одни и первых. Как говорил отцам нашим Аврааму и семени его до века цитирует это место Пресвятая Богородица. Вот, собственно, заключительные слова об этой надежде, о верности Богу, который любит миловать. Совершенно тоже потрясающие. И мне кажется, что точно так же, как ко всем временам, к нашему в том числе, относятся инвективы обличения пророка, так и вот это слово надежды и откровения, милосердия тоже относятся ко всем временам. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,